Ярославская область Наверное, если я скажу, что авиационная промышленность на Украине не совсем на подъеме, вы поверите. А вот наш авиационный завод, в том числе Рыбинск, газовые турбины, постоянно испытывает дефицит и постоянно приглашает харьковских выпускников к нам на работу в город Рыбинск. В Ярославль приехала делегация депутатов из Австрии. Гости встретились с областными парламентариями, чтобы обсудить планы дальнейшего сотрудничества. Как отметили делегаты Земли Штирии, той части страны, где они работают, имеют много общего с Ярославской областью – промышленность, образование, кластерный подход к экономике. Полторы тысячи человек из Ярославской области в весенний призыв отправятся на военную службу. Об этом на встрече с журналистами рассказал военный комиссар области Николай Сурков. Весенняя кампания проходит по-новому. В частности, все призывники будут обследоваться на наличие гепатита и ВИЧ-инфекции. А сразу по прибытию в часть срочникам вручат персональную электронную карту. На ней будет содержаться вся информация о военнослужащем, в том числе биографические и антропометрические данные. Предотправкой к месту службы призывникам Министерства обороны вручит целый набор по уходу за телом. Здесь все – полотенце, бритвенный прибор, зубная щетка, зубная паста, гель для рук для обеззараживания, гель для душа. Ну, очень-очень много. От теории к практике. Студенты Ярославского технического университета придумали новый вариант ковша для экскаватора. Свою задумку старшекурсники уже воплотили в жизнь. Ковш сделан из особо прочного материала. Он легче, чем стандартные ковши, но может рыть траншеи в асфальте. Предназначено изобретение для глиняных почв. Таких на территории Ярославской области очень много. Изобретение ярославских студентов уже запатентовано. Теперь ребята планируют применить его на практике. Большое празднование 700-летия Толкского монастыря уже началось. В Ярославской духовной семинарии состоялась научно-практическая конференция, посвященная обители. История монашества на Руси, актуальные вопросы современного духовенства и доклады по новейшей истории монастыря. Ну, а программы юбилейных торжеств, которые пройдут летом, уже известны. Богослужения, выставки и выступления духовных коллективов и детей из воскресных школ. Субтитры создавал DimaTorzok